Вот эта программа, название программы, перекресток, значит, культур, можно сказать, всемирный. Конечно, более информации вы получите на английском языке на сайтах этой всемирной организации. Так, это у нас состоит 24 января по 31 января. Как раз мы эту программу сделали на неделю, субботу до субботы. Выбрали, значит, самолет, рейс, как я уже сказала, на Славарно. И обратно, так же, то, что мы начинаем в Барно программу, где вы будете потом на автобусе проезжать Местонтага, Кава, Вавара и то, что в программе стоит. Здесь немножко подробнее программа, которая у вас уже написана. У вас тоже есть несколько кадров, программа, которая дополнительная, значит, пост-турт, Карла Бавары. Программа до этого, конечно, включает, например, поездку в Вену. Да, Барно – это четырехзвездочная гостиница в центре тоже города. То есть, вестерн-интернационал, оттуда пешочком очень хорошо. Да, какие-то праздники, конечно. И опять, также, вылет на Москву будет из города Барно, где программа заканчивается. Так что мы сделали, да, Барно, Барно. Вперед в Москву в 7-6 часов вечера. Мы оставили эту цену, стоимость всего. В эту стоимость входит, так как у вас написано, что все входит. Мы еще добавили туда трограды, которые там два раза вы получите вместо обеда, которые не стоят. Ну, мы сделали такую, как запуску. Да, приготовим вам. Так, что у вас, конечно, программа более подробно стоит. Мы надеемся, что вам во время этой программы Вена, Прадо, Барно и другие места понравятся. Они, конечно, программа совпадает с программой участников Синверного этого конгресса. Но особенно для вас сделано прямо так, что вы начинаете в этом городе Барно. Это не для всех участников. Мы специально для вас эту программу так составили. Так что, надеемся, вам понравится. И у нас это города, наши гиды, наши коллеги. И рады будем вас встретить. Так что, добро пожаловать в Барно, Прадо. Никто еще не видел. Поэтому до тех пор, пока эти вещи не будут положены на бумаге, не выставлены в качестве конкретных предложений, а спаривать их бессмысленно. Понимаете? Вот как только эти договора будут реально предложены туроператорам, нас, естественно, поставят в курс дела, и иду в управление оперативно отреагирует, и, в частности, будет обращаться, конечно, к комитету по туризму по этим вопросам, чтобы получить поддержку, и если ситуация будет нам казаться недопустимой, чтобы какие-то меры были приняты. Ну, это вот такой, сразу такой важный вопрос, который я хотел обсудить, чтобы не получилось так, чтобы важный какой-то для всех вопрос оставили напоследок и не успели его обсудить. Второе, что я хотел вам сказать, это то, что у нас идет очень серьезная работа по подготовке новых кадров. Вы знаете, что наши курсы работают. Работают они, с одной стороны, достаточно активно, с другой стороны, мы готовим очень небольшое количество новых гидов и значительно большее количество искусствоводов, которые вливаются в армию искусствоводов московских, большинство из которых, к сожалению, не являются членами нашей ассоциации. Поэтому мы считаем, что работа по привлечению в нашу ассоциацию большего количества искусствоводов, она очень важна. И для этого очень важно, чтобы в новой редакции закона о туризме появилось небольшое дополнение. Вы об этом уже неоднократно слышали, но я вас, к сожалению, информирую, что возле мы не там. Как вы знаете, в законе прописана одна фраза, что гидам и искусствоводам может быть профессионально подготовленное лицо. Точка. Никакого разъяснения, что такое профессионально подготовленное лицо, в законе не имеется. А, соответственно, отсутствует практически законодательная база для того, чтобы ввести некий контроль, ввести некое пробовое пространство, в котором должны работать гиды и искусствоводы. Это пространство существует у нас в Москве, благодаря московскому правительству, которое уже 1994 года по нашей инициативе озаботилось этого вопроса, приняло некоторые распоряжения. Сейчас этим вопросом активно занимается Комитет по туризму. Более того, вот, пользуясь случаем, информируя всех присутствующих, некоторые уже в курсе, поскольку уже получили, новые наши аккредитации будут выдавать нам непосредственно Комитет по туризму. То есть это будет не просто аккредитация, которая выдана Ассоциацией гидопереводчиков по доверенности, что называется, от экспертного совета при провести Москве, но все-таки экспертный совет – это некая общественная организация тоже, которая просто контролирует уровень знаний и дает людям зеленый свет для того, чтобы работать в профессии. Сегодня вот наша аккредитация выходит, с нашей точки зрения, на более высокий организационный и правовой уровень, то есть это будет аккредитация, которая нам выдается Комитетом по туризму. Это не значит, что мы перестанем ввести нашу базу данных о гидах, что мы не будем контролировать ситуацию. Естественно, что вся эта работа, которую мы ведем, будет продолжаться. Просто сама вот эта аккредитация, она уже сегодня будет освещена органом власти, правительством Москвы, и, соответственно, станет абсолютно легальным документом. Для тех, кто мог бы упрекнуть нас в том, что это некая аккредитация кинограмма. Значит, вот эта вот работа, которая начата Комитетом по туризму, она еще только в самом начале выпущена только пробная партия, что называется, вот этих аккредитаций, поэтому не все члены ассоциации нашей могут ее получить. Эта работа будет продолжена в течение года, и может быть даже в течение этого года, или в течение следующего, практически всех. Но я думаю, что мы будем просто пользоваться сроками истечения новой, встанной аккредитации, с тем, чтобы заменять ее на аккредитацию нового образца. Это самый логичный и простой способ. Но если поступят другие предложения или распоряжения, соответственно, мы им последуем. Фраза вот эта вот о том, что мы профессионально подготовленное лицо, в Шаконе существует изначально, вокруг нее, как вы знаете, велись давно дебаты, к ней предлагается добавить сегодняшние несколько слов. Прошедшая аккредитация. И вот эти прошедшие аккредитации уже который раз никак не могут внести в закон. Прошедшая аттестация, извините. Дело в том, что аккредитация немножко не тот термин, который может быть использован в данном законе. Значит, предлагается термин аттестация. Но вот на основании этой фразы прошедшей аттестации уже можно считать будет положение, но не действующее в Москве, но как бы не совсем на основании текста закона. Это положение будет полностью соответствовать закону, и тогда будет принято уже всероссийское положение, аналогично тому, которое действует сейчас в Москве. Ну, по нашим сведениям, законопроект этот передан уже в Государственную Думу в очередной раз его обсуждает профильный комитет. Якобы это предложение должно быть вынесено на обсуждение вот в течение сессии вот этой вот Думы, которая недавно началась. Будет оно вынесено, и опять по каким-то причинам будет заторможено? Нам непонятно. Ну, по нашим последним сведениям, якобы возвращает Министерство финансов, почему тоже непонятно, поскольку нет никаких финансовых затрат дополнительных на введение этой аттестации со стороны, во всяком случае, государства не предвидится. Но понять этого, к сожалению, моя личная славная голова не в состоянии, поэтому я только продолжаю настаивать на том, чтобы это предложение было принято, а уж будет оно принято или нет, Бог видит. Еще очень важный момент в нашей будущей жизни, теперь уже будущей, о более подробной нашей поездке расскажет вице-президент Ассоциации Марина Кресова. Мы ездили в Португалию, довольно такой представительной делегацией, очень удачно представили нашу страну, нашу Москву, и добились права проведения с Конгресса Федерации Европейской Федерации Ассоциаций Егидов в Москве в ноябре 2015 года. Значит, у нас сейчас идет 2014 год, в этом году мы только будем готовиться к организации этого мероприятия. Но вот я призываю вас к тому, чтобы как можно больше наших коллег поехало посмотреть, как такие вещи происходят в Прагу и познакомиться с порядком проведения этих мероприятий. Мне кажется, что это будет для нас очень хороший момент, очень хорошая возможность познакомиться с нашими коллегами из всей Европы. Они очень горячо поддержали кандидатуру Москвы, и надо будет себя проявить, мне кажется, с самой лучшей стороны, чтобы этот Конгресс московский остался у них в памяти, так же, как сегодня, похоже, останется в памяти, как великолепный праздник Олимпиады в Сочи. Не буду вас долго мучить всякими рассказами, у нас есть правление, правление многочисленное, каждый отвечает за свое направление, сейчас будет предоставлено слово членам правления, многие из них расскажут вам кратко о том, какую работу они проделали, поэтому я на этом закругляюсь, спасибо вам за внимание, и прошу на сцену представителя нашей ревизионной комиссии Татьяна Тимофеевна, которая нам доложит о результатах своих исследований. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... На конференции было огромное количество народов. Она имела невероятность. Мы обсуждали все наши проблемы. Вы все решили. Мы молодцы. Мы лучшие. Мы клевые. Спасибо. И снова здравствуйте. И снова это я. Замечательный, невероятный, очаровательный Шармаунт. Гид французским музыком. Одна из лучших. Одна из великолепнейших. Которая только что вышла из зала, где проходила наша ежегодная гидридская конференция. Которая я тоже, естественно, как вы понимаете, принимала непосредственное участие. Конференция прошла с ошеломляющим спектром. Я была лучше всех. Я выступала. Я ее готовила. Я не спала. Ни днем, ни ночью. И было очень круто и очень здорово. Господи, когда же все закончится? Ну, посидите, конечно. Спасибо вам большое.